Мы как раз общались на греческом языке, и поэтому мы в основном перешли из этого греческого языка. И вот поэтому для нашего восприятия церковно-стовянский язык такой сложный. Там смесь в греческих и смесь в русском языке. Понимать все, чтобы молиться Боженьке, чтобы все было хорошо. Великий пост – время покаяния и вразумления, поэтому символично празднование мартовских дней Великого Поста – Дня Православной Книги. Еще 9 лет назад такого праздника в России не было. С инициативой проведения его в 2009 году выступил святейший патриарх московский Ивсия Руси Кирилл. Об этом и многом другом узнали ученики начальных классов Михайловской средней общеобразовательной школы номер один в стенах Екатериненского храма Михайлова. Настоятель храма Ирей Александр Рунов с любовью рассказал юным гражданам России о православной книге, о первом печатном издании, сделав экскурс в историю праздника. Праздник установил наш святейший патриарх Кирилл в 2009 году. И с 2010 года вся Русская Православная Церковь 14 марта отмечает День Православной Книги. К чему вот этот вообще день праздник приурочен, ну присоединен, скажем так. В 1564 году, то есть в середине аж 16 века, такой русский изобретатель Иван Федоров изобрел печатный станок. То есть вот в середине 16 века первый раз наши соотечественники начали печатать книги. То есть до этого книги только писались. Ах, как это было давно, но мы уже свою жизнь не представляем без книги. И даже чудо научно-технического прогресса интернет не в силах заменить нам чтение хорошей, поучительной и увлекательной книги. То само ощущение в руках и пальцах от прикосновения к заветным страницам нищем не сравнить. А ведь люди жили без печатных книг до 1564 года. В эти годы в Москве было начато строительство храма Василия Блаженного, Кремля в Казани. Наконец начато строительство печатного двора. Потрясение и преобразование, полное отсутствие спокойной жизни – вот характерные черты того времени. В 1564 году русские войска потерпели поражение на реке Улли. Образовался приказ Большого Прихода. И 14 марта того же 1564 года в Москве выходит первая, точно датированная русская печатная книга «Апостол» Ивана Федорова и Петра Мстиславца, обученных датским мастером, присланного в Москву королем Дании по просьбе Ивана IV. Это же не светская книга о судьбах людей, а священная, духовная. Потому как для той Руси национальной идеей была православная вера, на ней крепла мощь страны. Она являлась основой всего живого и надежного. Потому-то и «Апостол» – книга богослужебная, была первым и печатным изданием. Мы лучше с удовольствием слушали батюшку. Он так интересный и доступный им рассказывал, перемещаясь, словно на машине времени, в далекие и близкие времена создания первых книг. Иван Федоров – удивительная личность. Исследования последних десятилетий открыли новые, ранее неизвестные стороны его деятельности. Например, что он был на все руки мастер. Он сделал не только печатный пресс, но и многоствольную мортиру, дальнюю предшественницу Катюш. В прошлом столетии его считали не более чем ремесленником. Теперь мы видим в нем просветителя, писателя, педагога, художника и общественного деятеля. Патриарх Кирилл однажды выразил мнение, что праздник православной книги удивительным и естественным образом вошел в церковно-общественную жизнь. А людям, чья жизнь напрямую или косвенно соприкасается с литературным творчеством и книгой, этот праздник дарит подлинную радость и молитвенную поддержку. И нельзя не согласиться с этими словами. И учителя, слушая рассказ отца Александра, преображались. Их лица дышали тихой радостью. Благодать царила в небольшом здании храма. С икон смотрели ласково на детишек, святые лики Божьей Матери и Спасителя, Архангела Михаила и их верных помощников, святых. Отец Александр показал ребятам книгу, изданную сто лет назад. Она досталась ему от бабушки. Жития святых собраны в огромном издании. Его поднять только по силам мужчины. Мне от бабушки досталось. Она у нас называется «Жития святых». То есть сейчас я вам рассказал книгу Евангелия, в котором записаны слова самого Спасителя. А книги апостол, в котором записаны слова учеников Спасителя. А эта книга называется «Жития святых». То есть жизнеописание тех людей, которые своей жизнью прославили Бога. Ну скажем проще, которые жили очень правильно. И которые стали святыми. Которым мы сейчас молимся. Например, преподобный Сергий. Все, наверное, знаете помощные получения. Преподобный Сергий Радожский. Преподобный Сергий Радожский. Преподобный Сергий Радожский тоже сзади у вас. И святая Блаженная Матрону Московскую. Я думаю, к ней тоже многие подходили. Может кто-то даже в Москву к ее мощам ездил. Да. Вот видите, какие. Встреча в Екатерининском храме по случаю празднования Дня Православной книги перетекла в откровенный диалог между детьми и священником. Вопросы посыпались обильным градом на вооруженного Божьим Словом отца Александра. Он уверенно отражал удары серьезных детских вопросов. Если воздух не был на планете, как Бог ходил? Бог ходил? Да. Он не ходил. Смотри, у тебя же есть душа? Есть. Да? А ты ее видишь? Нет. Это дух. Вот и Господь дух. Ему не нужно дышать, понимаешь? Господь дух, он везде находится. И у него нет там органов чувства, боняния, осязания. Он дух. Даже здесь. В храме-то он нам, как говорится, в первую очередь присутствует. Не только здесь, он еще во всех вас присутствует. Потому что он дух. Он проникает сюда, везде. Во всем. Да, да. А без духа в мире. Да, где он дух как же? Служители Бога тоже духи. Тоже духи. Даже в космосе? Даже в космосе? Везде. Даже в самой темной комнате вот и спрятался, думал, что это никто не видит. Да, душа таких людей попадает в ад. А что такое? Ад. Это место, где мучается душа. Из-за того, что... Вулкан. Ну, в разных представлениях есть. Но душа мучается из-за того, что здесь человек совершал какие-то неприглядные поступки. Блокие поступки. Давайте по очереди. Слушай. Вот, когда он хочет, попадает в ад, ему вот пьеса говорит вязать горячую сковородку. Какие познания? Ну да, познания, конечно, глубокие. Вот. Ну, насчет этого я тебе точно не скажу, поскольку я там сам не был. Вот. Ну, могу точно сказать... Могу точно сказать, что души там страдают. Они там мучаются. Да. Я обещаю вам как-нибудь еще на урок приду, и вы мне все свои вопросы интересные. Задайте. Я узнал, что эта книга из поколения у батьевки в поколение переходила, что она очень древняя. А тебе самой-то не захотелось ее полистать и почитать так на досуге? Да. Да? А что ты особо на тебе хочется почитать? Жития Магии Святой. А Елизавета. Елизавета Святой? Что ты в ручках держишь, скажи, пожалуйста? Сите водичку и бокальчик для нее. Что пить? А как ты думаешь, зачем пить себе водичку? Ну, чтобы все было хорошо. А то попить ее и чтобы не было легче. А тебе трудно вообще? Трудно, но иногда. Когда тебе бывает трудно? В делах трудно. В таких делах специальных. А вот расскажите сегодня, что вообще с вами тут произошло? Что вы тут узнали? Зачем вы сюда пришли? Мы узнали, что у Господня не было ни конца, ни начала. Он до сих пор живет. Он всегда будет жить, да? Да. Я узнал для меня самое главное, что Господь – это дух. Я думала, это такой человек, а это оказывается дух. Чем интересуются современные дети, особенно такого возраста? И я, конечно же, знал, что вопросы они будут задавать не по православной книге. Их более интересует мистическая сторона православной церкви и христианской веры. И, конечно же, вопросы о загробном мире, об участи людей, грешников, праведников. Я был к ним готов, потому что это дети. Это для них самая интересная тема. Взрослые не всегда могут дать достойный ответ, удовлетворяющий священникам. Я думаю, у них возможность пообщаться выдается не каждый день, не каждую даже неделю. Поэтому к этим вопросам был готов и мне вообще порадовала такая активность детей. Ну и, в принципе, оно было и задумано, чтобы провести этот открытый урок к Академии православной книги именно в нашем храме. Потому что обстановка другая. Дети привыкли к своему классу, привыкли там шуметь, может быть, не сильно концентрироваться в своем внимании, особенно на приходящих людей. К учителю-то они, конечно, привыкли. А здесь они в другой обстановке, в другой атмосфере. Мне особенно понравилось, ну, все, все понравилось. Ну, про православную книгу вообще-то знал, что нас учили? Ну, нет. Большая и еще маленькая. Я вообще не знаю, что такие книги существуют. Ну, это на самом деле очень много. Ты знаешь, помимо этих двух, которые показал вам батюшка, на самом деле гораздо больше. Они такие все интересные. Их надо читать обязательно. Ты будешь теперь читать? Вода. У тебя кто покровитель из святых? Бабушка. У тебя как? Бабушка, понятно, она тебя любит и молит все от тебя. А тебя, еще раз вспомню, как тебя зовут? Андрей Терентьев. Фамилия Терентьев Андрея Александровича. А Андрюшенко тебя зовут. Значит, у тебя покровитель святой Андрей. А какой Андрей? Первозваный или просто мученик Андрей. Ты не знаешь? Ну, я не знаю. Вот теперь ты обязательно узнаешь, кто у тебя покровитель. Спросил своей бабушке, скажи, бабушка, а кто у меня покровитель из святых? И она тебе расскажет. И ты о нем обязательно прочтешь православные книги и узнаешь о нем все. Знаешь, и вы с ним подружитесь, со своим покровителем из святых. Ты представляешь? Я узнал о православной книге. Узнал, что есть сокращенные слова. Она была не обычная книга, а божественная. И как-то она называлась так особенно. Вот я забыла, ты не помнишь? Был Евангелие, а еще вот это вот самое. Мальцовство? Нет. А? Апостол. Апостол, совершенно верно. Ты вместе с тобой вспомнили, какие молодцы. У меня зовут Диана Дмитрашка. А фамилия? Дмитрашка. Угу, какая у тебя девушка фамилия. Ты молдаванка? Да. Ты первой в школе учишься? Да. Скажи, пожалуйста, ты православный человечек? Ну, православный, Вер, у тебя крестик, да? Знаешь, крестик? Да. Да? Ну, вот сегодняшнее интересное мероприятие такое. Какое мероприятие, мероприятие, да? Вообще, оно тебе какую-то пользу принесет в жизни? Да. Какой же? Ну, что? Не надо делать грехи. Не надо... А откуда вообще нам узнать все такое интересное о Боге, и о грехах наших, и о добрых делах? Откуда мы узнаем? Узнаем, например, из книжечек, книжечек о святых. Эта книжечка, в которой держал батюшка такая большая, мне ее тоже хотелось очень прочитать. Я думаю, батюшка будет когда-нибудь там удаст ее почитать. Помнишь, как она называется? Житья святые. Я верю в то, что он, что он, что он есть. Есть добро, а есть зло. И это добро, оно у нас в душе. Добро бывает у каждого человека. Бывает, если люди делают зло, и они попадают в ад. А кто люди добрые делают, они попадают в мир, где люди уже там не могут сделать ни одного грешного дела. Легко быть добрым, сей? Нет, это не легко, это нужно сдерживать желание. Долгожданное у нас событие, потому что у нас все-таки занятия велись, но батюшка, это как вот самое основное такое, что мы ждали в этом году, встречу со священником, потому что, конечно, мирской человек все говорит, а духовное лицо они вот и слышат по-другому. Я смотрю, и все тихо сидели, очень хорошо себя вели, и я смотрю, очень им понравилось, они все очень довольны. Они изначально знают, что в храме нужно себя вести тихо, нужно быть внимательным, и с детьми проводить беседу в такой обстановке, ну, просто одно удовольствие. И я думаю, для них какие-то мои слова, какие-то мои пожелания, может быть, на рабоучение, они будут восприняты намного лучше и ближе, чем в стенах класса. Я люблю делать добрые дела, не бить никого не буду, драться не буду, обзываться, и делать хорошие дела. Да, это молодец. А папа что делает, какие-то, скажи мне, а то я забыла. Что-нибудь давать, что тебе самому хочется, или помогать. Молодец какой-то. Ну, еще что-то. Просить прощения, что-то обидел. А я вот, знаете, думала, батюшка, думаю, все-таки, в какую же почву они попали? Влагодатные эти семена, эти зерна, или все-таки при дороге там, или где, я не знаю, как вот, куда они попали, как вы считаете, вот будет толк от этого сегодняшнего, от этой замечательной встречи? Она такая теплая была, конечно, дети были такие увлеченные, а вот что дальше? Вы знаете, я, конечно, не пророк Бога, но на данный момент дети маленькие, то есть их можно выправить в любую сторону. Вот, если с ними по-настоящему правильно, с духовной точки зрения, с нравственно-моральной работать, то, конечно, эти семена дадут свои достойные плоды. Но это задача не только для священников. Это, в первую очередь, задача для родителей и ближайших родственников. Дети, они как руки все впитывают, они видят живой пример. Для них живой пример, ну, это как эталон для подражания. Вот, они же не могут жить постоянно в храме, чтобы для них эталон и пример для подражания было наше богослужение, вот, наше чтение, наши проповеди. Они живут в семье, там они смотрят, берут пример своих родителей. Поэтому, если родители будут заботиться о духовно-морастном воспитании своих детей, конечно, для них ничего не закрыто. Для них не закрыто стать хорошими, достойными, верующими людьми, с правильными нравственными, моральными принципами и нормами в нашей жизни, что сейчас, к сожалению, не хватает современному обществу. И для них доступно вообще стать полноценными членами Русской Православной Церкви. Вот, было бы желание со стороны взрослых, но с нашей стороны, конечно. Мы постараемся делать все возможное, что от нас зависит. Пусть мы надеемся на бест Божий, что Господь всех родителей, тех самых деток, которые сегодня здесь были, обязательно приведет в храм, которые еще не пришли. И они вместе все не позволили этим детям, как говорится, сойти со стеновой пути и попасть в рай, а не в ад, которого они так все боялись. Ну, дай Бог, дай Бог. Я думаю, что по молитвам, конечно же, Господь милостив ко всем. И если увидит хотя бы небольшое стремление и старание со стороны детей или родителей, конечно, он поможет. Спасибо Господу. Да, слава Богу. Заславите нас и наших телезрителей. Спасибо. Еще долго учителя не могли собрать детвору, которая толпилась возле церковной лавочки. Все они горели желанием купить свечки, чтобы поставить их гостеприимным хозяевам этого праздника души, святым помощником Господа Бога. Ведь теперь они знают, что Господь рядом, Он везде и всюду, и от Него не скроешься. А священные книги и добрые поучительные рассказы помогут им встать на верный путь, ведущий к вершине человеческих желаний в Царстве Небесное. Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Евгений Быстраков, Михайлов ТВ. С любовью к Богу и людям в Дни Великого Поста 2017 года.